Всем привет, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Асета Корса. Ну, не совсем, конечно, она будет периодически мелькать у вас на экране. Ну, а сегодня мы поговорим с вами о том, как я собрал свой кокпит мечты. Ну, хотя, как кокпит мечты, до мечты тут далековато, как до Китая раком, но, по крайней мере, я расскажу о том, как можно собрать достаточно бюджетный кокпит, с учетом, что он на Директ Драйв базе. Я расскажу, во сколько мне обошлась каждая часть этого кокпита, а также некоторые секреты, которые я постиг при постройке. Ну, и, соответственно, если вы захотите построить себе нечто подобное, то вам, возможно, будут полезны некоторые мои советы. Так что не будем, как говорится, тянуть моряков за стальные яйца. Погнали! Начнем мы, разумеется, с самого главного. И... Нет, нифига, это не база. База это так, это просто штучка, которая крутит вашу баранку. Нет, начнем мы с железа, а точнее с кокпита, с вашего игрового места, потому что кокпит это такая вещь, на которую, по сути, все устанавливается. Вам нужно точно понимать, где у вас будет стоять ваш кокпит и понимать, что он вам нужен. Потому что кокпит это такая вещь, которая придает невероятную жесткость, в принципе, всей конструкции и позволяет вам на стульях не отъезжать от ваших педалей при торможении. Да и, в принципе, это, ну, скажем так, более аутентичное положение тела, скажем так, как в реальной машине. Первый совет, который я хочу вам дать, это не покупайте готовые решения. Как бы странно это ни звучало, но по факту проще заказать вот это вот все, вот это вот все железо, которое тут собрано, напрямую у производителя. Почему? Да потому что вам люди, которые поставляют готовые решения, таким же самым образом пришлют это все в разобранном состоянии. Вам приедет такой же вот конструктор, как и, собственно говоря, мне приехал, только, ну, раза примерно в два дороже. Допустим, вот на сайте, на котором я заказывал вот этот вот профиль, уже есть готовые решения, которые, как по мне, занадто дорого стоят. Потому что, ну, 40 там плюс тысяч отдавать за то, за что я отдал на минуточку 20 тысяч. То есть все железо, которое я купил, обошлось мне в 20 тысяч. При том, что готовое решение обошлось бы, можно сказать, в два раза больше, а то и больше. Да, там есть дополнительные еще какие-то детали, но мне, допустим, они были не нужны. Я прекрасно понимал, какие конкретно стойки мне нужны. Сейчас я вам покажу, что именно я заказал. Итак, что же мы имеем в наличии? Это стойка, которая стоит на полу, две штука. Они 1400 миллиметров. Вертикальные стойки под, разумеется, саму базу, ну и какие-то другие тоже кронштейны. Это 750 миллиметров плюс поперечка 600 миллиметров. Дальше обычно соединительные поперечки сюда тоже ставят 120-е, ну или, в общем, соразмерные с вот этими. Но я решил, что, а, нет смысла ставить, потому что даже 40-ка здесь все прекрасно удержит, потому что она должна просто стянуть их. А это, соответственно, переплата, причем значительная. 80-й гораздо дороже стоит, чем, ну, тот же самый 40-й. Ну, вы понимаете, металл тратится прилично, так сказать, на это. Хочется еще отметить, что этот профиль, по факту, у них считается облегченным. То есть, есть еще профиль с более толстыми внутренними стенками. Но, честно вам скажу, как человек с инженерным образованием, и который понимает в прочности материалов, даже вот этот облегченный свернуть вам... придется потратить очень большое количество усилий для того, чтобы это сделать. Поэтому смело заказывайте облегченный и не переплачивайте. Это, в принципе, что касается основного костяка всего кокпита. Дальше у нас идут еще две подложки под, соответственно, само сидение. Это обычная сороковка, та же самая, размером 600 миллиметров. Плюс там внутри, ну, здесь сложно показать уже, потому что это все собрано. Но внутри идет тоже по 520. Раз, два, три. Три штуки, которые держат, соответственно, сами педали. Потому что вот эта площадка держится уже на вот этом вот 80-м профиле. И, кстати, об этой площадке я потом дополнительно расскажу, почему она здесь вообще появилась изначально. Я не планировал ее сюда ставить, но есть один нюанс. О нем попозже. Как вы понимаете, это все собирается, как обычный конструктор. Подгоняется под себя, ничего сложного. Но есть некоторые нюансы. Это связано с вот этими вот уголочками. Потому что они, сейчас вот покажу на фотографии, имеют вот такие вот язычки, которые вклиниваются вот в эти пазы. Если, скажем так, вот эти пазы у вас с ответной деталью соединяются параллельно, то никаких проблем у вас спокойно эти язычки становятся в пазы, и вы закручиваете, как ни в чем не бывало. Но если у вас происходит соединение вот такого рода, когда у вас вот эти пазы пересекаются, ну, так сказать, перпендикулярно друг к другу, тут возникает проблема, потому что эти язычки начинают упираться в стенки профиля. Но решение простое. Просто берете плоскогубцы и откусываете всю эту ерунду. Благо, это алюминиевый сплав, поэтому он хрупкий и достаточно, ну, как, конечно, достаточно, все равно усилие приложить нужно, но откусить можно без проблем. Немножко зачищаете, и уже потом это все аккуратненько, стык в стык соединяется без всяких зазоров. Но сразу хочу отметить, что в сборке желательно, допустим, вот иметь шуруповерт, потому что крутить это все вручную был бы адским гемором, честное слово. Тут, конечно, еще многое зависит от того, какие вы будете гайки использовать, потому что у них есть разная нуменкулатура, и, соответственно, я, к примеру, использовал гайки М8, а у них размер под ключи 13. И, как назло, в моем наборе не оказалось головки на 13 под одну четвертую, ну, то бишь под маленькую трещотку. А большой здесь, ну, было бы неудобно. Но, благо говоря, у меня был шуруповерт, и поэтому я шуруповертом все это очень быстренько закрутил. Поэтому советую использовать, ну, не ручную силу, она реально вам облегчит всю сборку. Следующее, о чем хочется поведать, это о как раз-таки креплении дополнительного оборудования, то бишь коробки и ручника. Здесь пришлось, конечно, проявить некоторые свои фантастические, невероятные инженерные способности для того, чтобы это все закрепить, и чтобы это еще не мешалось мне при этом. И я считаю, у меня получилось достаточно хорошо. С этой стороны, конечно, показать уже тут будет крайне хреново, потому что места тут маловато. Но, чтобы вы понимали, здесь вот такая вот стойка на 400 миллиметров, такая же стойка на 400 горизонтальная лежит. Они, ну, разумеется, все соединены уголками. А здесь уже есть еще дополнительная поперечка, приблизительно 200 миллиметров, для того, чтобы, соответственно, крепить на 4 болта саму коробку. А соединяется это все. Вот таким вот хитрым способом снизу. Извините, конечно, что у меня тут сейчас такая речь, но не очень удобно снимать это все снизу. В общем, тут два уголочка, которые соединены друг с другом, и таким же самым простым образом прикручиваем вот так. Да, конечно, можно было сделать какую-нибудь пластину, но у меня на данный момент пластины не было, поэтому я просто использовал два уголочка, соединенных друг с другом, и они у меня выступают как соединительная пластина. И таким образом у меня получилась площадка под вот этот вот прекрасный куробас. А вот с ручником ситуация была уже поинтереснее, потому что ручник как коробку ровно не поставишь. Ручник, если вы знаете, обычно должен быть немножко направлен в вашу сторону. И, как видите, если мы будем смотреть так вот ровно по кокпиту, то ручник повернут как раз-таки в сторону. И добиться мне этого получилось благодаря тому, что я присобачил чуть повыше еще такой вот небольшой кусочек 80-го профиля, ой, 80-го, 40-го профиля, а сам ручник поставил на противоположные друг другу отверстия. То есть здесь у нас соединено на левое верхнее, а там вот, ну, плохо, наверное, будет видно, ну, в общем, там на правое нижнее отверстие запитано. И в итоге у меня ручник стоит как бы в мою сторону направленный. И в целом по кокпиту можно сказать все, потому что конструкция максимально простая, максимально комфортная. Дальше, действительно, вам нужно будет только подгонять под себя это все. Ну, сидение тут простое, откуда-то, я не помню, я его где-то тысячи за три купил на каком-то Авито, просто там у какого-то человека. Поэтому вы можете, конечно, использовать что-то серьезнее, можете ковш сюда поставить, полуковш, все что угодно. Но знаете, когда вы используете обычное автомобильное сидение, у него есть нюансик. Этот нюансик показан вот тут вот. Я здесь подложил просто такую пачку пластин 40 на 40 для того, чтобы выровнять сидение. Потому что, если вы знаете, то автомобильное сидение находится в небольшом, так сказать, наклоне. То бишь, та сторона, которая находится ближе к центральной консоли, она выше, салазки у нее находятся выше, чем те салазки, которые находятся у дверей. Поэтому, если вы берете автомобильное какое-то сидение, сразу продумайте, как будете поднимать опустившуюся сторону. Иначе будете сидеть наклоненными. Ну и раз я вам тут потихоньку называю ценники на все оборудование, то, соответственно, сама коробка и ручник встали каждое примерно в 5500. Ну, я не буду там округлять в одну, в другую сторону. То есть, в общей сложности где-то 11000 ушло на коробку с ручником. Это симджековский. Разумеется, если вас интересует, я ссылки оставлю в описании на все это оборудование. Разумеется, цены могут меняться время от времени, потому что вы можете купить их там, как и на Озоне где-нибудь, так и на Авито взять. Но стоит учитывать, что я брал все новое. Абсолютно все, что здесь установлено, оно абсолютно нулевое. То есть, никаких бэушных вещей здесь нет. Ну, а теперь уже перейдем, разумеется, к следующему. Основой и базой у меня является МОЗа R5. Я решил, что 5,5 ньютон-метров, которые заверены разработчиками, мне хватит с лихвой, с учетом, что я буду заниматься по большей части дрифтингом, каким-нибудь тридушными делами, соответственно, шутоку, ну, то бишь, шашки. И, может быть, ралли. Мне вполне этого хватит. Разумеется, если вы человек, который катает в GT, то в большинстве своем вам ни коробка, ни ручник нахрен не всрались. Поэтому вот эти вот, ну, скажем так, 11 тысяч, которые я использовал для того, чтобы купить вот эти вот прекрасные вещи, нужные нам дрифтерам, вы можете потратить для того, чтобы купить бандл целиком. Я же покупал МОЗу, именно базу, отдельно. Обошлась она мне в 22 тысячи, и она тоже новая. Почему? Мне нужна была отдельно именно база, потому что, как я сказал, я не GT-шер, я не катаю формулу, мне не нужен штурвал, а, соответственно, мне и не нужны стандартные МОЗуские педали, ибо они говно. Ну, это мое мнение, конечно, оно может с кем-то не совпадать. Я купил себе... Ну, ладно, про педали мы поговорим потом. Соответственно, единственное, на что мне пришлось потратить это дополнительно, это на КВИК-релиз, для того, чтобы закрепить обычную баранку, ну, как говорится, дрифтерского вида. Все, пожалуйста, поставили, катаем, не надо, сняли, положили, она вам не мешает. КВИК-релиз обошелся в 5, ну, ладно, не в 5, 500, ну, допустим, в 6 тысяч, плюс еще полторы тысячи за саму баранку. Баранка китайская, я не стал покупать что-то такое сверхсерьезное, потому что, ну, елки-палки, мы тут занимаемся симрейсингом, если вы готовы тратить огромное количество денег на симрейсинг, то хвала вам и почет, но я пока что не хочу. Поэтому, ну, о самой базе я буду говорить как-нибудь потом, когда чуть больше на ней покатаю. Пока что меня все устраивает, я целиком и полностью доволен покупкой. Для дрифта, для каких-то шашек, ну, и покатушек по городу хватает вполне, прям с лихвой. То есть у меня в дрифте вырывают руки, потому что, ну, сами понимаете, дрифт это не катание по кольцу, где вы постоянно просто держите руль, и вы чувствуете, как у вас просто отрабатывает поверхность дрифта, и у вас постоянно крутится руль туда-сюда, и если там прям жесткий-жесткий-жесткий фидбэк, то руки просто-напросто вырывает от любого касания от тебя, об стену и об что-нибудь другое. Поэтому 5,5 ньютон-нетов мне хватает вот так вот. Теперь перейдем к педалям. Педали у меня Simjack Pro Pedals, тоже ссылочку оставлю в описании на них. Почему я решил взять именно их? Потому что у них много всяких возможностей для настройки. Именно в плане не самих педалей, а именно подстройки под себя. То есть угол наклона педалей, угол, скажем так, угол нажатия, то есть вы можете регулировать, как они нажимаются. Плюс у корзины сцепления, вот у корзины сцепления, у педали сцепления есть имитация корзины. Я, конечно, не вижу какого-то особого смысла в ней, потому что педали в любом случае, ну так как это обычные дешевые педали, как и любые другие, если вы не используете там что-нибудь прям сверх-сверх-сверх, где там одна педаль стоит по 60 тысяч, которая имитирует вам все вибрации. Обычные педали, ну, работает и работает. Самое главное, что у нее есть огромное количество настроек индивидуальных, то есть я могу поднять их выше, повернуть, сделать ограничения разнообразные, чего вот, к сожалению, я не могу сделать у стандартных модовских педалей, поэтому я и отказался от них в пользу покупки обычной базы без всего вообще. Без баранки даже. Но у них, как оказалось, есть все-таки некий нюанс, о котором я вот говорил немножко вначале, и сейчас я вам скажу, что именно. И вся проблема, ребят, на самом деле, не в самих педалях, ну, как бы в самих, но по большей части в их высоте. Если вы заметите, они у меня находятся на уровне ниже, чем, соответственно, у меня стоят ноги. А все потому, что высота педалей слишком большая, и если, ну, не делать вот такую дополнительную подставку под ноги, то нажимать педали очень неудобно, потому что, ну, ноги давят, ну, даже, допустим, носки давят примерно куда-то вот сюда вот, хотя должны давить, ну, желательно вот в это направление. Но у педалей этих шикарный, на самом деле, как по мне, функционал. Во-первых, хочется отметить, что если вы прям задротите в какие-то, ну, профессиональные ГТшные гонки, то вам наверняка очень сильно понравится педаль тормоза, потому что, во-первых, здесь датчик лот цел на 200 килограмм, плюс у нее, как видите, двойное действие, то есть сначала срабатывает вот эта пружинка, а потом уже начинает стягиваться вот этот вот блок резинок. Плюс в комплекте есть дополнительные резинки, которые можно поставить для того, чтобы как-то сделать педаль еще жестче. Возможно, мне не особо сильно нравится педаль газа, потому что она какая-то совсем легкая, как видите, я ее рукой прожимаю, прям совсем легко. Ногой она вообще прожимается на ура. Вот, скажем так, с педалью сцепления, вот с этой имитацией корзины, когда вот она срабатывает, вот она наверх вот тут. То есть, когда я вот давлю здесь, она сначала тяжело-тяжело-тяжело, и потом, хоп, она проваливается. То вот педаль тормоза вот как будто бы не хватает. Вот если бы поставить вот такую пружину на педаль газа, было бы шикарно. Так что это единственная претензия пока что к этим педалям. В остальном они мне целиком и полностью нравятся. А обошлось мне эта вот вся радость в 15 тысяч рублей, что очень дешево, я считаю, буквально по цене МОЗовских педалей, но только с большим количеством регулировок, как я и сказал. Ну и еще дополнительно стоит отметить вот такую вещь, как вот этот вот газлифтовый кронштейн. Он меня просто нереально спас, потому что я не знал, каким образом я буду крепить вот этот вот монитор. это у меня монитор 32 дюйма, изогнутый HP-шка, Full HD-шный, но мне его целиком и полностью хватает, и я вот думал, каким образом его закрепить, потому что я не хотел составить какую-то еще конструкцию делать для того, чтобы все это крепить. И да, он стоил тоже там что-то около двух с половиной тысяч, но это максимально выгодное приобретение для того, чтобы его закрепить. Он держит его максимально плотно, прочно, то есть при этом его можно регулировать, то есть его можно опустить, и он все равно вернется в свое положение. То есть, ну это газлифтовая система, если вы шарите, то не буду вам объяснять. А, и еще как раз таки вот увидел, есть тоже небольшой нюанс сик, маленький небольшой нюанс, связанный соответственно с самой базой. Если вы покупаете базу, вы понимать должны, что вам нужно ее как-то крепить. просто так ее закрепить к железкам этим не получится. Там совершенно посадочные отверстия, ну, в блюдских на самом деле находятся позициях, и даже в эти салазки их, ну, никак не загнать. поэтому я соорудил самодельный вот такой кронштейн. Конечно, людям, которые, ну, далеки от металлоконструкции, от производства, может быть, у них не получится сделать, но я считаю, что покупать вот такую вещь крайне невыгодно. Ну, именно в плане оригинальную. Просто, чтобы вы понимали, оригинальный кронштейн стоит почти 6800 вроде как. Плюс еще за доставку, итого вы отдадите примерно там, ну, 7500-8000 только за вот эту, блин, два куска железа, хотя я их сделал, ну, можно сказать, на работе вручную. Вырезали там мне на лазере и согнули это. Все, это просто три куска металла, которые держат. При этом у меня еще даже есть больше, по сути, регулировок, то есть, благодаря вот этим вот пазам, таким, полукруглым, я могу регулировать наклон базы вот в таком положении. Ну, и опять же, благодаря вот этим пазам я могу смещать базу дальше, ближе, плюс еще в самой этой пластине есть тоже пазы, соответственно, я еще могу саму базу смещать по пластине назад, вперед, куда мне надо. Тоже очень выгодная штука, скажем так, она мне очень сильно сэкономила бюджет покупать за, как я и сказал, за 8000 этот кронштейн, было бы крайне нерезонно. Ну, что ж, вот такие дела, друзья, собственно говоря, подведем итоги, вся база, то есть, весь кокпит, который у меня здесь собран, обошелся мне приблизительно 80 тысяч, может быть, там тысячи меньше, может быть, тысячи больше, опять же, с учетом доставки, там, я округлял в одну сторону, в другую сторону, но в целом это все стало 80 тысяч и я считаю это максимально бюджетно, разумеется, в эту стоимость входит только в основном у нас база, железо, ручник, коробка, педали и, разумеется, кронштейны, а, и сиденья еще, да, сиденья, ну, как я и сказал, солито взятое, а, да, конечно, сама баранка, которая у меня, но вы должны понимать, что все это я собирал, упираясь целиком и полностью в дрифт, шашки и, ну, ралли может быть еще немножко. Если же вы хотите что-то другое, то, я думаю, ценник будет плюс-минус тот же самый, потому что, скорее всего, вы будете покупать бандлом целиком и полностью, а бандл R5 стоит в районе 50 тысяч на данный момент. Да, вы, скажем так, сэкономите на вот этих вещах, но, как питболю, покупать в любом случае нужно, потому что это максимальная жесткость, максимальное удобство и просто приятные ощущения от вождения. Разумеется, Сибрэйсинг это все очень дорого, то есть, понятное дело, что, как раньше, допустим, у меня было уже два кокпита до этого, то есть, сначала у меня был G29, я собирал себе кокпит на просто там, железных профилях, там, я не знаю, я собрал его из, по-моему, да, по-моему, я собирал из 20-го квадрата, там, ну, не знаю, себестоимость его стала, наверное, в баксах 50 от силы, то есть, ну, очень дешево, вообще было дешево, это была достаточно жесткая конструкция. Второй кокпит, когда у меня уже был Т-300, я собирал уже на таких хромированных трубах, если вы знаете, вот есть такие, я даже приложу скриншот, вот такие вот типа кокпиты, ну, переносные, в общем, вот эта херня, вот на основе вот таких вот труб я тоже был, делал себе кокпит, и, честно сказать, идея максимально хреновая, если будете задаваться такой идее, не советую, это максимально не жесткая конструкция, да и собирать ее был тот еще гемор, потому что собиралась она там не просто из уголков, а из таких вот двойных составных пластин, ой, там просто полнейший гемор был все это собирать, поэтому, я считаю, решение в плане алюминиевого профиля на данный момент это самое лучшее, которое только можно найти на рынке Steam Racing, но, как я и сказал, не покупайте готовые решения, лучше купите сами, закажите, найдите, это, поверьте мне, будет гораздо выгоднее по цене, ну, а на этом, пожалуй, все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, также стримы, и играйте только в хорошие игры, всем удачи, всем пока, ребят,